Здравствуйте, меня зовут Иванов Александр Михайлович. Я предприниматель, являюсь учредителем ООО Стимпанк. Наша организация предоставляет развлекательные услуги на территории ТАУ-галереи города Саратова. Многим горожанам города Саратова известно наш перевернутый дом. Вторым учредителем является Иванов Владимир. Он периодически препятствует работе нашей организации, подает заведомо ложные показания. И это все не голословные обвинения. Все факты закреплены несколькими решениями арбитражного суда Саратской области. Так, в августе 2022 года в очередной раз Иванов Владимир внес недостоверные сведения в единый государственный реестр юридического лица, как о себе директоре ООО Стимпанк. По данному факту я обратился к заявлению в Следственный комитет Кировского района города Саратова, сотрудники которого по настоящее время какое-либо процессальное решение не приняли, со смыслом на то, что Иванов Владимир отказался от дачи показаний. Несмотря на наличие в действиях Иванова Владимира признаков состава уголовного преступления, предусмотрено статьей 170 пункт 1 УК РФ уголовное дело до настоящего времени не возбуждено. Кроме того, Иванов Владимир периодически использует имущество организации в личных целях. В период с 19 марта по 8 декабря 2021 года, пока шел ряд судебных разбирательств, наша компания заработала 4,5 миллиона. В ходе инвентаризации было установлено, что указанные денежные средства Ивановым Владимиром и Сапожникам Дмитрием были присвоены и похищены, в чем они признали факт завладения денежными средствами. Кроме того, в ходе процессов арбитражных было установлено, что сумма денег, похищенных ими, превышает 4,5 миллиона. По данному факту, мной подавались заявления в Управлении ОМВД России по городу Саратову. Первый раз обратился я даже 27 июля 2020 года. Несмотря на наличие всех объективных сведений о хищении денежных средств в особо крупном размере Ивановым Владимиром, должностными лицами управления неоднократно выносились незаконные необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Мною неоднократно писали жалобы в структурные подразделения прокуратуру Саратовской области, которые, по моему глубокому убеждению, писали просто обычные отписки. Мои обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации спускались обратно в прокуратуру Саратовской области. Ее сотрудники в нарушении требований действующего уголовно-профессионального законодательства оценку действий должностным лицам прокуратура города Саратова не давала. Также, несмотря на наличие в детстве Ивановых в составе преступления, а именно кражи в особо крупном размере и многочисленное предоставление недостоверных сведений налоговой инспекции, должностные лица полиции, следственного комитета, прокуратуры Саратовской области, какие-либо действия, направленные на возбуждение уголовного дела, не предпринимаются, а постоянно выносятся незаконные и необоснованные постановления об отказе. Все это длится уже более трех лет. В связи с бездействием последних я вынужден обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, генеральному прокурору России Игорю Краснову и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Прошу вас разобраться в моем деле и оказать содействие в возбуждении уголовного дела под данным фактом.